так ну что друзья с наступающим новым годом нас уже три с половиной тысячи подписчиков на канале это самый лучший ваш подарок мне потому что я делаю этот контент для вас безвозмездно и все что вы можете дать мне взамен на это вы это уже даете спасибо вам большое так что да кто еще не подписался на канал то просто обязательно нажмите на эту кнопку и погнали сегодня я для вас решил подготовить короче говоря расклад следующий перевел для вас два очень крутых видоса геометрально противоположных тех анализа один от кевина свэнсона 2 от бенджамина кована оба очень трезвомыслящие оба в целом бычи но первый вообще изрядно бычий несмотря на то что очень крутой аналитик а второй немного более сдержанный поэтому посмотрите их оба сделайте свои выводы сами и погнали мы начинаем с кевина свэнсона друзья мы с вами на пороге входа в 2021 год и биткоин выглядит чертовски сильным и нынешний бычий цикл сейчас происходит уже гораздо быстрее чем предыдущий цикл 2017 года и некоторые аналитики предлагают теорию что циклы биткоина все быстрее и быстрее но не дольше и дольше как другие аналитики предполагают также общая капитализация всех криптовалют тоже очень близко подобралась к исторической отметке и собирается переписать максимум что указывает нам на то что этот цикл еще даже не начался толком все это в сегодняшнем видео привет чуваки чё происходит добро пожал снова на канал посмотрим на цену биткоина на недельном графике и что может быть лучше посмотрите на это мы входим в новый год очень мощным движением биткоин уже дошел до 29 тысяч и вы знаете что многие аналитики включая меня обсуждают 21 недельную скользящую среднюю или 20 недельную скользящую среднюю очень многие смотрят за этой линии и ждут пока цена опустится до нее чтобы там купить мы знаем что она всегда в бычьих рынках выступала как отличная ультимативная поддержка предыдущих бычьих циклах и также после глобальной пандемии в марте мы видим что удержали ее здесь на недельном таймфрейме дважды и отбились и влетели в космос и конечно же это потенциальная зона поддержки для бычьего рынка и сейчас она уже поднялась до уровня 17 тысяч долларов эта поддержка буквально за несколько недель и также еще через несколько недель эта ультимативная поддержка 21 неделька может подняться до 20 тысяч долларов и будет находиться на предыдущем историческом пике биткоина что означает что даже если мы увидим откат снова то скорее всего эта линия выступит ультимативной поддержкой и мы от нее снова отскочим и улетим дальше многие из моих подписчиков наверняка знают кто такой рауль пол это очень известный и уважаемый макро аналитик бывший сотрудник goldman sachs недавно как вы знаете стал невероятным быком по биткоину и что он говорит про нынешний бычий цикл он говорит следующее я думаю что этот цикл абсолютно другой посмотрите на акселерацию движения после халвинга в сравнении с предыдущим циклом она гораздо быстрее чего конечно же многие из нас просто не ожидали мы все ожидали более изнурительного долгого поступенного движения но это не так и это интересно для меня и посмотрите вот у нас макрографик логарифме и этот цикл действительно разрывает по шаблон быстрее и как вы знаете многие ребята говорят что циклы будут замедляться и удлиняться но эта теория не опирается ни на какие факты это просто теория если вы посмотрите на предыдущий пик бычьего рынка и на тот момент где мы его переписали после халвинга то это заняло у нас 1238 дней если вы посмотрите на пик 2017 года и на тот момент где мы его переписали то это заняло у нас всего 1092 дня так что понимаете эта теория с удлинением циклов она тоже особо сейчас не отрабатывает и как мы видим что этот цикл ускоряется в этот раз и во первых у нас здесь есть с вами глобальная пандемия и правительства которые печатают просто несуразное количество бумажных денег и фиатных валют за последний год только долларов напечатали больше 30 процентов из всего обращения и соответственно индекс доллара показывает нам слабость которую показывает ценность доллара по отношению к другим глобальным валютам и также мы знаем с вами что ставки финансирования упали практически до нуля или где-то даже в отрицательную территорию и люди не хотят больше держать доллары потому что они теряют в этом свои сбережения и это все только ускоряет цикл до биткоина вот посмотрите в наложение это создает огромный спрос на биткоин вот у нас цена биткоина ребята это все ускоряет цикл и нынешний бычий цикл может быть гораздо более мощный чем мы ожидаем гораздо более мощным чем мы ожидаем и если все эти миллиардеры продолжат скупать сейчас по рынку то мы можем просто улететь в космос и видеть гораздо меньше и быстрые коррекции чем в предыдущих циклах если все эти вещи продолжатся и такой сумасшедший спрос на биткоин будет видите даже этот локальный откат на четырехчасовике не выглядит каким-то слишком уж серьезным и мое мнение что до тех пор пока вы не интродейте то вы вообще не должны париться по поводу этих краткосрочных коррекций и пытаться угадать эти краткосрочные движения цены вы лучше смотрите на вот этот глобальный график и обратите внимание на то как выглядит каждая недельная свеча и какое у нас направление тренда и биткоин нас устремился наверх как я вижу следующей цели в 250 тысяч долларов следующей цели бычьего рынка и что я вам скажу если биткоин достигнет отметки 250 тысяч долларов то эфир может достичь отметки в 10 тысяч долларов эфир тоже очень хорошо себя показывает мы только что дошли до нашего сопротивления в 750 долларов о котором говорили недавно встретили здесь некое сопротивление как вы видите у нас много здесь было движение цены в 2017 году и в 2018 так что сейчас эфир сейчас пытается сломать это сопротивление может быть на уровне 830 долларов верхней границы от этого красного канала увидим некое сопротивление но потом перевернем его в поддержку и я думаю что если мы поднимемся выше 830 долларов то я думаю мы перепишем исторические максимумы по эфиру тоже очень скоро потому что в этой территории у нас уже вообще никакого сопротивления нет чтобы нас остановить и также как и у биткойна у нас 21 недельная скользящая средняя выступает в роли отличной поддержки как вы видите если мы снова вернемся на ретест ее то это отличная зона чтобы зайти в лонг по эфиру что может быть где-то в районе 600 долларов еще сейчас если мы увидим коррекцию но в целом биткойн все еще выглядит отлично похоже на то что мы продолжаем пробиваться выше шортами не пахнет поэтому не забудьте засмешить лайки подписаться на кевин на канал в описании если вам понравилось ну а мы продолжаем в общем да кевин уже сказал но я повторюсь очень радует видеть что мы встречаем новый год на новых максимумах биткойна это не может не радовать но при этом с альткоинами происходит какая-то жопа но я думаю что это дело времени ребят и весной как максимум мы увидим хороший альт сезон лайткоин у нас уже начал показывать неплохую разворотную историю вот мы идем по желтой траектории риппл конечно учудил но тоже знаете я думаю это сковарный план на самом деле банкстеров и реплоидов чтобы всех вытрясти и все с ним будет нормально на самом деле но тем не менее риппл все равно говно поэтому то что он коин маркет кэпе у нас с вами пошел вниз и то что лайткоин его уже теснит мне это очень нравится и я думаю что в долгу может быть даже лайткоин его вытеснит ну хотел бы это видеть также в долгу есть у меня ощущение что чейн линк упадет из десятки то что он сильно очень был перепамплен за весь медвежий рынок и но вы знаете мою любовь к даш я очень жду что даш вернется обратно если не в первую десятку но хотя бы куда-то в первую двадцатку и у даши сейчас капитализация меньше миллиарда при этом монет очень мало и вообще очень быстрая скорость транзакций короче не буду повторяться вы и так все знаете дашь сделать скоро 5 10 иксов скриньте это сто процентов ну а сейчас мы перейдем буквально через минуту ко второму видео она очень интересная она более макро масштабная вот но перед этим хочу вам напомнить что на бирже фемикс вы можете торговать кучей вот этих вот своеобразных монет на споте с абсолютно нулевой комиссии по премиум подписки а на фьючерсах с плечом там до сотого до пятидесятого до двадцатого смотря какие монеты теми вот этими вай фай пока дот юнисвап также стопудовые голубые фишки так и эфир линк лайткоин биткэш риппл тот же тезис и даже золотом вы можете торговать золотом что делает уникальным эту биржу здесь есть функции саб аккаунтов то есть вы можете на одном своем аккаунте держать несколько под аккаунтов в каждом разные позиции иметь в разном плече и вот собственно также здесь есть функция bracket orders в лимитных заявках вы можете выступать в роли маркет мейкера об этом у меня есть отдельный урок который сейчас у вас появится сверху обязательно посмотрите что это очень интересная функция вы по факту можете в то время как лангуете шортить фрагментальные или делать это наоборот не выходя из позиции в общем очень интересная тема обязательно ознакомьтесь с биржей это супер замечательная альтернатива бинанс который постоянно виснет глючит зависает уход техобслуживания битмикс на котором я вообще не знаю кто еще может торговать после их введения кей в оси тоже постоянных зависонов в общем да это неплохая альтернатива байбит и дюдекс так что ознакомьтесь и вот такая тема но переходим к бенджамину ковану вот от себя еще отметить от себя еще хочу отметить перед тем как пойти есть оливье то доминация биткоина вот у нас карабкается карабкается на переписывание этого хая что конечно плохо для альткоинов и возможно если мы сейчас увидим что-нибудь вот такое то это будет финальный скажем так дамп альтов к битку моем мнении но я не жду чего-то вот такого прямо радикального возврата доминации в район там 85 90 как это было раньше хотя это может быть но я все-таки жду ребята либо от текущих либо чуть выше но значительную коррекцию значительную коррекцию и в этот момент конечно же замечательный альтсезон альтсезон чтобы сделать больше битка на альтах поэтому не теряйте уверенности сейчас если вы разуверились в альтсезоне и продадите то без вас все улетит поэтому держите уже свои альты и добирайте их лучше еще сильнее на просадках что глупо выпрыгивать из ракеты еще до того как она начала взлетать то есть в нашем случае с вами как альтходлеров нам нужно чтобы этот график падал вниз в таком случае наш альткоин ракета будет лететь я думаю вы это понимаете и так но если не понимаете то воспользуйтесь перевернутой разворотом графика вот перевернутой шкалой и вы все поймете в нашем случае вот все должно быть так ну короче погнали смотрим видео бенджамина кована это очень крутой инженер задрот который рассказывает серьезную тему гораздо круче чем я смотрим наслаждаемся вот такие вот дела всем привет и спасибо что снова смотрите into the cryptoverse и сегодня мы поговорим о биткойне и посмотрим на его справедливую цену в нашем канале логарифмической регрессии если вам нравится такой контент не забудьте подписаться на бенджамина ссылка в описании и также навалите лайков и так вот наш историческая цена биткойна за предыдущие 10 лет и мы здесь с вами начинаем наш путь с 2010 года и я знаю что сейчас много нового народу смотрит канал только из-за того что цена биткойна улетела уже почти на 30 тысяч и также понимаю что много новых людей которые только сейчас зашли на рынок так что сегодня объясню то о чем мы говорим достаточно часто нашем канале о честной стоимости биткойна исходя из логарифмической регрессии так что смотрите наша теория начинается с того чтобы определить то что я называю обычно информация вне пузыря и как правило это инфа вне пузыря это как раз но каждого медвежьего рынка и как я вижу если провести логарифмическую кривую таким образом чтобы она проходила по дну каждого медвежьего рынка то и дно последнего медвежьего рынка идеально складывается со всей этой прогрессии таким образом у нас на дне каждого медвежьего рынка отличная фаза аккумуляции и это логично да что в каждом медвежьем рынке это отличная стадия аккумуляции и как вы видите это отлично отрабатывает то есть вот у нас здесь грубо говоря дно последнего медвежьего рынка и мы так его не дотронулись больше и таким образом мы видим что здесь есть дата из 2019 года но никакой даты из 2020 и и вот мы проводим по ней эту голубую линию и видим что она отлично показывает восходящий тренд в алгоритме и вы можете видеть что иногда мы опускались ниже честного значения как мы сделали здесь как мы делали несколько раз вот здесь в предыдущей фазе аккумуляции и как мы сделали вот здесь в марте и пару раз вот в этом регионе и в таком случае мы добавляем вот эту полосу толерантности и говорим что это наша фаза реаккумуляции то есть вот у нас честное значение посередине полоска и небольшое отклонение вверх и вниз от нее это полоса честной реаккумуляции и это помогает нам распознать возможности как мы говорили с вами год назад что когда мы вот находимся в этом регионе ниже полоски это лучшая зона для покупки и сейчас мы с вами видим что люди оглядываясь назад мечтают о покупках в том моменте если вы аккумулировали здесь криптовалюту то вы понимаете что вы брали на себя определенный риск но вы также понимали потенциал который имеется у биткоина несмотря на тот факт что все говорили вам что биткоин мертв и что он падет к нулю мы понимаем с вами что на самом деле мы все еще находимся на том же самом пути на котором все время и были и также я считаю что очень сложно предсказать когда мы выходим из этой фазы реаккумуляции в предыдущий цикл аккумуляции мы не выходили из этого канала до того самого момента пока не начали финальный заброс наверх нынешний рыночный цикл был абсолютно другой абсолютно по-другому шел и и больше напоминает на самом деле вот этот рыночный цикл который был самом начале истории потому что смотрите здесь у нас был пик и дальше мы снова опустились к каналу регрессии как и здесь пик и дальше опять опускаемся в канал регрессии но посмотрите также здесь был мини пик и снова возврат каналу регрессии и здесь тоже выходим из зоны аккумуляции небольшой пузырь пик и падаем обратно потом у нас здесь был еще один такой же заброс еще чуть выше чем предыдущий как вот у нас сейчас на самом деле и что произошло после этого мы снова вернулись в канал аккумуляции тем не менее если мы посмотрим то была коррекция но она не была такая офигевшая как предыдущая и после этого мы немножко пошли в боковик во флэт буквально на меньше чем полгода и уже вышли из верхней границы реаккумуляции то есть если грубо говоря похожий сценарий сейчас повторить представить что он повторится то мы можем пойти в боковик еще на несколько месяцев или на полгода или год и это все возможно на самом деле и это возможно на самом деле ребят несмотря на то что многие вам говорят что нет bitcoin to the moon институционалы вполне возможно что мы не продолжим сейчас стремительно движение наверх и остынем немножко и вернемся в реаккумуляцию снова и после этого только продолжим наш забег и если это так если вы новичок в крипто и если вы сейчас чувствуете флома и впрыгиваете на хаях возможно на локальных хаях и после этого мы начинаем откатываться и вы видите отрицательный пнл то это конечно же не финансовый совет но мое мнение что самая дерьмовая тема которую можете сделать это капитулировать свои позиции если мы снова вернемся в этот канал честной аккумуляционной фазы если вы макро трейдер если вы интродэй трейдер то возможно вам вообще не стоит смотреть мой канал но если вы больше среднесрочный трейдер инвестор и вас интересует больше серьезные глобальные движения цены макро движения цены то еще раз вот этот зеленый коридор это период аккумуляции а все что выше него это фома забеги фома пузыри и мы не знаем как высоко они нас отнесут у нас сейчас есть возможность что это фома ран такой же как был вот в предыдущем цикле да есть такая возможность что мы улетим сейчас сразу на луну но также есть возможность что мы увидим что-то подобное да когда мы делаем еще небольшой пузырь отходим от честного значения наверх и после этого снова возвращаемся через боковик в честное значение в наш канал регрессии тем более что этот канал регрессии у нас растет тоже со временем подтягивается за ценой если мы так сделаем допустим да мы можем сейчас вырасти еще до 30 до 32 тысяч там не знаю но как только это скорректируется возможно мы упадем и на 10 тысяч или 15 тысяч в худшем варианте но возможно мы упадем и на 20 или 18 тысяч и тогда у нас будет достаточно изнурительный флэт и хорошая возможность для реаккумуляции наших позиций вот такая вот идея и что если 2021 год не будет таким каким его все ждут это просто то с чем стоит считаться да мы вступаем с вами сейчас в год быка и все ждут от биткоина ту зимун на сто или на 200к сток ту флоу все дела но здесь я вас призываю быть рациональными насколько это возможно и на самом деле сейчас каждый первый в крипто пространстве ждет от 2021 года что мы поднимемся на 200 или на 300 тысяч долларов и я ничего не говорю против но я просто здесь чтобы вам сказать что если это произойдет круто офигенно давайте все разбогатеем вместе заработаем кучу бабла зашибись будет но если это не произойдет конец ли это цикла конечно нет если это произойдет если мы не увидим замечательный 2021 год для биткоина то я думаю что вечеринка только начнется и возможно мы помнемся еще в этом канале чтобы выстрелить хорошенько 2022 так что по факту если мы увидим большую коррекцию по биткоину в январе феврале или марте и вернемся обратно остынем вернемся к средним значениям зеленой зоны аккумуляции и мы не выстрелим сразу на 300 тысяч долларов как многие сейчас ждут следующем году то просто осознайте что если даже это не произойдет это не будет означать что этого не произойдет вообще и что биткоин не находится на том же самом пути просто грубо говоря все это немножко дольше может происходить так что еще раз если сейчас мы улетим в космос то это будет замечательно и окей но если нет то это тоже будет замечательно и окей и мое мнение что более вероятно что мы что это займет немного больше времени чем все ожидают чтобы добраться до следующего глобального пика и так давайте теперь еще более детально отдалимся и разделим все эти циклы по четыре года на каждый халвинг как видите следующая плато у нас 100 тысяч долларов и следующая плато это миллион долларов по логарифмической шкале и если вы посмотрите на честное значение цены биткоина в районе следующего халвинга по этой модели то вы видите что честная цена биткоина примерно на 40 50 тысяч долларов так что если брать этого внимания то скорее всего мы можем увидеть движение выше 100 тысяч до 2024 года может быть 2023 или 2022 и после этого увидеть коррекцию и снова впадем в медвежий рынок к этому следующему халвингу 2024 году нащупаем очередное локальное дно и если вы внимательно посмотрите то вот этот пик в 1200 долларов был ближе к этому халвингу чем следующий пик в 20 тысяч долларов то есть 20 тысяч долларов пик был позже после халвинга соответственно если мы движемся в этой закономерности то возможно следующий пик у нас будет еще позже третьего халвинга и я знаю что многие не согласятся со мной сейчас и говорят что это не так и мы двигаемся в этот раз гораздо сильнее и быстрее чем мы делали в предыдущий рыночный цикл так что да мы можем держать это в голове и и сказать ладно окей мы можем сейчас нащупать большую вершину 2021 году но возможно мы все-таки остынем и скорректируемся перед тем как продолжить движение наверх и еще кое какая очень интересная вещь что посмотрите на первый цикл еще раз и заметьте что после того как мы все-таки вырвались после первого халвинга и пошли наверх у нас был двойной пик то есть да сначала мы поднимались до 100 с чем-то долларов и после этого до 1200 так и возможно что и в этот раз у нас будет двойной пик или может быть даже тройной пик потому что у нас уже есть грубо говоря 2019 первый пик в 14 тысяч пускай он и меньше предыдущего пика 2020 у нас уже есть сейчас пик с вами почти в 30 тысяч может быть 2021 году это будет 50 60 тысяч 2022 там 120 тысяч что-нибудь такое может произойти этого мы наверняка не знаем все что мы знаем точно это то что пузыри на биткоине существуют и они по факту сдуваются обратно и приходят снова к честному значению и еще кое-что что мы можем здесь сделать мы можем взять еще разницу цены и значение логарифмы разделенное на значение логарифмы и получим таким образом некий индекс волатильности потому что вот здесь мы видим понижающиеся пики и зеленые вот эти минимумы это наши с вами фаза реаккумуляции но мы видим с вами что каждый следующий пик ниже предыдущего в процентном соотношении и наши три главных пика с вами постоянно понижаются что говорит о снижении волатильности и возврата средств каждого следующего пузыря и сейчас вот мы в процессе написания нашего четвертого пика и интересно отметить что мы даже что в настоящий момент мы даже не так далеко с вами от честного значения как были в 2019 в момент пика на 14 тысяч долларов вы можете сказать какого хрена мы же сейчас уже почти на 30 тысяч долларов что этот чувак курит мы же уже выше в два раза чем были но обратите внимание что в прошлом году честное значение биткойна было примерно в районе трех четырех тысяч долларов и когда мы были на 14 тысяч мы были настолько далеки от честного значения но сейчас честное значение биткойна исходя из нашей логарифмической полосы в районе 11 тысяч долларов 10 958 соответственно сейчас если мы будем на 200 процентов перекуплены исходя из этого честного значения то цена будет 32 874 доллара так что мы с вами должны считаться с тем что честное значение тоже растет и через несколько лет честное значение исходя из этого будет уже 40 50 60 тысяч долларов что конечно же может стать новым дном следующего медвежьего рынка допустим 40 50 тысяч долларов после того как мы нащупаем следующий большой пик пузыря так что вот если мы сейчас дойдем до вот этого пика от честного значения до которого доходили в девятнадцатом году то это нам даст цену биткоина уже в 33 тысячи долларов без малого давайте подумаем что будет если мы продолжим этот замечательный тренд и долетим точно до верхушки вот этого канала сопротивления по пикам как мы отсюда видим если мы продолжим этот тренд и дойдем до сюда то мы ударимся в вершину буквально первом квартале 2021 года то еще раз если этот тренд продолжится безоткатно что я лично не думаю что произойдет но опять же мы должны считаться с любым вариантом потому что никто не знает наверняка что произойдет с биткоином поэтому если мы дойдем до верхушки сейчас прямо туда то это будет 500 процентов перекупленность от честной цены и это будет цена примерно 65500 долларов и заметьте что вот здесь у нас была перекупленность примерно на 6000 процентов от честного значения здесь 3000 процентов здесь 1000 процентов то есть тут грубо говоря каждый раз делим на два этот пик процентном соотношении возможно еще раз делим на два и получим что-то примерно 500 процентов перекупленности от честной цены да и 500 процентов перекупленности от нынешней честной цены нас закинет примерно на 65 с половиной тысяч долларов может быть на 70 тысяч долларов. Лично я еще раз говорю, не думаю, что это сейчас произойдет, но такой вариант не стоит исключать. Но что если мы сделаем вот так вот? Если мы откатимся назад и откатимся снова к честным значениям перед продолжением роста. Так что помните, да, что честное значение все равно будет подтягиваться, поэтому если мы пойдем сейчас вниз, то перекупленность начнет резко снижаться. Типа как вот здесь было в 2012, когда мы пошли в боковик и в итоге даже не упали сильно, но вернулись в растущую честную поддержку, как вы видите. И после этого только пойдем наверх и дойдем до этой верхней пунктирной линии пика где-то в конце 2022 года, то вы можете сказать таки, стоп. Так это мы получается ниже будем, чем вот здесь, всего на 250 процентов. Но да, но помните, что честная цена к тому времени тоже подтянется уже на 40 тысяч долларов примерно. И соответственно, если мы будем выше честной цены на 250 процентов, то это может дать нам цену биткоина в 140 тысяч долларов, если мы позже придем к этому, к вершине этого пузыря. Так что вот на этом хочу заострить ваше внимание, что перекупленность может быть меньше, в то время как честное значение подрастет, и мы увидим большее значение цены. И мы с вами бывали годы выше этого честного значения, как мы видим из предыдущих пузырей. Мы можем провести там кучу времени выше честных значений. И в 2019 мы уже покидали эту территорию, но вернулись обратно. И сейчас мы снова покидаем эту территорию честных значений, справедливой цены биткоина, и посмотрим, что произойдет. Надеюсь, вы заценили контент, ребят. Если вам понравилось, подпишитесь на Бенджамина, поставьте лайк, напишите комментарий, добавьтесь на канал. На этом канале мы фокусируемся больше на макротренд, анализе, как вы поняли, и стараемся более о глобальных вещах говорить. Так что лайк, подписка, все дела. Ну что, ребята, еще раз, вот мы все и посмотрели. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим новым годом, с наступающим профитом, с наступающими эксами, с наступающим годом быка, невероятного бычара, и этот невероятный bullrun 2021 просто ждет нас, даже на перевернутом графике биткоина. Вот, посмотрите, все у нас все равно хорошо. Представьте, те, кто любит шортить, представьте, что мы зеленые свечи, это мы так дампимся. Представьте, что вам нужно шортить медведей, например. Представьте, что вам нужно шортить шортовые контракты. Для этого что вы делаете? Вы покупаете лонг, и вот перевернутый график вы играете вниз на понижение, как любите, но выигрываете, а не проигрываете. Вот и все. Но, тем не менее, конечно же, будет обязательно, будет скоро коррекция, обязательно будет коррекция, и вот на нормальном графике мы это видим, что даже если мы сейчас сделаем чуть-чуть перехай, будьте на чеку, потому что уже, как ребята сказали, вот у нас поддержки, и коррекция куда-нибудь в район 20 тысяч, как минимум, очень даже возможно, и потом только отскок наверх, и даже там сильно не входите в раж, потому что мы можем увидеть еще что-то более существенное оттуда, после отскока дохлой кошки, и только потом пойти наверх. Поэтому такое вот вам нарисовал. Дисклеймер, нефинансовый совет, всех благ в новом году, с вами был Фла-ла-ла, он же Гриниджо, это канал Крипто Коммандс. Не забывайте почаще отрываться от трейдинга, и быть с близкими, с семьей, с друзьями, работать еще на каких-то работах, иметь еще какие-то увлечения, хобби. Я вот, например, занимаюсь музыкой, и кто до сих пор не видел по каким-то причинам наш новый клип Different Ways, сейчас он появится у вас сверху, и в конце видео посмотрите обязательно. И до встречи в новом году. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова